ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, дорогие друзья, добрый вечер еще раз. Матчи фраг против SK Gaming продолжаются. Теперь уж карта Детрейн, выбор команды SK Gaming. Ну и вроде как на этой карте они должны показать более хорошую игру. Потому что на Инферно, если честно, был тихий ужас. И фраги без шансов обыграли своих оппонентов. Продемонстрировали очень классную атаку. Прежде всего, я хотел бы отметить именно атаку. Взяли постареты и продемонстрировали, насколько круто можно отыгрывать, например, против экобаев, а во-вторых, против стандартных дефолтных оружий. Если SK Gaming в начале игры, по началу игры, что-то еще демонстрировали, там, опять же, отжимали постоянную команду и фраг какие-то экобаи, то потом ничего, в принципе, сделать не смогли. Для вас работа сегодня вечером, как у ЦЛ, Арсений и Сеня Треноженко. Поехали! Идут ножи. Have fun, boysen! Желаю от удачи на Стэнске, своим братушкам из команды и фраг. Ну и, как я уже говорил, и фраги очень круто... Точнее, даже не я говорил, а... Один из моих зрителей сказал, что и фраги вчера сыграли 16-14, но с флипсайд проиграли. Ну и я сделал такой маленький вывод, что если с флипсайдами круто сыграли, то, в принципе, с трейдом проблем особо никаких нету. Ну и, кстати, ножей не могут взять, потому что у Дримера 92 хп, и, будучи со 100 практически, ну, таким количеством можно затащить. Один на один, Дример. 37 хп. О, еще и флешечку дал. Попадают в Кэдиона, забирают в него 1 хп. Ну, кто кого. В принципе, один раз. Или Кэдион, или Дример могут друг друга порезать. И... Ха-ха-ха-ха. Ну что, ребята, давайте. Давайте, бодайтесь-то уже. Кто кого. Ай, промокнул за Дример, и все-таки Кэдион тащит эти ножи. Соответственно, команда СК Гейминг будет в защите. Это довольно-таки неплохо для парней. Учитывая, что это их пик, в принципе, могут сейчас продемонстрировать железопитанный дефенс и... Затащить много-много-много раундов. Рэдди пишет на спай-лидер. Но они готовы. Куплю ножи, либо Азимовы, Вулканы и Сайриксы, либо деньги даю первый. Без всяких пересылок, писем и сохранений. Мой скайп. Вот когда вы видите такое сообщение, дорогие друзья, в первую очередь у вас должно проходиться в голове, что нет, не то, что вы можете получить много денег, а то, что это мошенник, ребята. Запомните, в интернете не бывает людей, которые просто так будут первыми что-то вам кидать. Но если будут, то это наивные, скорее всего, люди, которые готовы рискнуть и ничего не получить взамен. Итак, начинается у нас пистолетный раунд. Тейселон проверил коннектор. Туда спустились уже игроки атаки. Они готовы, в принципе, действовать. Но спустились они не для того, чтобы действовать и выходить на точку боя, а для того, чтобы просто законтролировать карту, чтобы стянуть на точку боя, как минимум, еще одного игрока защиты. В данном случае это Фриша играет с успехом и первым армором. Ну и в итоге три человека у команды СК гейминг на пленте, два человека на б-пленте. Некий дефолт у нас сейчас происходит. И вот он, хороший хедшот от Кейдиона, который, наконец-таки, поменял свой ник и начинает нагибать оппонента. Дриммер с блоком начинает выходить через верх-низ. Парни с командой Ифрак собираются вместе. Кстати, нету абсолютно первых хармо... Извините, нету гранат у команды Ифрак. Тенский не сумел заимить под окна и, соответственно, хороший шанс появляется у команды Ифрак. Бабл переселивает на зеленку. Тенский очень красный на новой вышке и шансов у команды СК гейминг в этом раунде уже практически нету, потому что о Тенском знают. И буквально один патрон куда-либо, и Тенский погибнет. Вот он, патрон, и самое главное, в голову попадает Виктор своему оппоненту и пережимает Ифрак. Отличная работа, 1-0. Парни из команды Ифрак. Вот, казалось бы, да, не придумали велосипед. Просто заняли карту, потом спустили сверх-низ в мидл, зелень зажали, все с первыми арморами. Ну, о чем может говорить такой взятый раунд первый? О том, что у команды СК гейминг тоже с трейном какие-то проблемы. Ну, в частности, наверное, даже не с трейном, а в игре у них проблемы. Они испытывают трудности по аиму. Ну, опять же, вы защита. На вас выходят глоки просто с арморами на дальних дистанциях. Нужно было просто аимить. В частности, Тенский мог убивать под новой вышке огромное количество оппонентов, но он не справился. В итоге, чуть ли не из-за него, команда СК гейминг проигрывает этот раунд. Кэддиан с мухой на зиге потеряли уже Эйселона под Б. Ну, и два человека на А-пленте, два человека на Б-пленте, опять же. С таким диффенсом не справятся. Ни с А точкой, ни с точкой Б. Вылетает у нас, кстати, у команды СК гейминг один из игроков. Я надеюсь, что совсем скоро отгорнется. Это Эйселон. Кэддиан со скаутом. Играет в тупиках. В приштем временем вышел у нас из дига. Ну и вот теперь уж засада на А-пленте. А теперь может, в принципе, что-то и получиться. Абсолютно верное и четкое решение от команды СК гейминг. Сидором принимать позицию и угадать. И Тенский опять не аимит. А это уже два раза. Конфиг в 1250 на тупиках тоже не попадает. Какая-то неудача, какой-то нефарт преследует команда СК гейминг. Кэддиан в итоге один против пятерых. Вроде как все угадали, все четко. ЦЗшка, если бы попал, если бы П250 попал, шансы были бы огромные у команды СК гейминг. Но не срослось. И в итоге Кэддиан один против пятерых. Красным игрокам лучше не лезть на своего оппонента. А вот ребятам, у которых по 100 хп, можно, в принципе, ломиться, пушить и давить соперника. Ну, Бабу, правда, постарается, наверное, у него УЗишка хочет пофармить. Кэддиан живет на нижнем, но не до конца. Спайлидер делает свой минус. 2-0 в пользу болгарской команды Ифраг. Успки у команды СК. Калашик Галилы. У Ифрагов. И в итоге спрей. Удиви-диви, какой спрей от Виктора-то под Б. Поджим у нас только что. Довольно-таки серьезный был от команды СК гейминг. Ну и что мы имеем? А имеем мы Эмкем с глушителями и без, ну и фрис с АВП. В ответ Галилы Калаши от команды Ифрагнет. Играют они за атаку. Ну и если нету снайпера, наверное, будут делать, скорее всего, какой-нибудь зажимчик. В той или иной позиции. Эйснон накидывает на... Оооо, вы это видели только что? Как? Как можно это объяснить? Просто Виктор... Я не знаю. Мне нет слов. Он прошел только что сквозь дым, который полностью шился игроком защиты. Игрок защиты потратил около 30 патронов. И ни пули не прилетело Виктору. Ни пули. Контроль карты. Ифраги повторяют свой первый раунд. Занимают коннектор быстро, халдят и теперь будут зажимать одну или ту или иную позицию. Конфиг уходит поближе к Зигу. В принципе, за Б плент отвечает. Два человека. Ну и вроде как выход на Б. Ифрагов в плане тактик все шикарно. Если у них есть гранаты, у них обязательно есть раскидка на Б. То есть они подошли, почву, скажем так, благоприятную для выхода сделали. И все, действуют под свои фишки. Пушат просто смог. Вылазят. Делают минус два. Нет, минус один. Забрали. Конфиг сделал килл. Дример и Виктор погибли. Ситуация 3 в 4. Интересное решение от команды СК. Они решили уйти наверхни. Что это такое? Я не знаю. Бабл, когда меня прожал на зигзаг. Снайпер промахивается. Бабл начинает наваливать. Что делают у нас СК гейминг? Я не понимаю. Что они сделали? Вы поняли вообще, дорогие зрители, что это... Что только что произошло? Два человека принимало Б. Вроде как сделали два килла. Размен был в пользу команды СК гейминг. Вместо того, чтобы выйти через зиг и выбить по линиям раунд, они непонятно, что вообще предприняли. Они вышли из зига, начали пушить вверх-вниз. Потом передумали, пошли на зиг. Потом опять передумали и все погибли. Я первый раз вижу нечто подобное, если честно. Может быть, у вас есть какие-то идеи? Что они хотели сделать только что? Просто нонсенс какой-то произошел. Конфиг взял у МПшку. Фридж с АВПМ. Две МК с глушителем. Фаомас от Эйселана. В ответ АК-47 и Галил от спай-лидера. Ну и тут происходит все точно так. Также Эйселан накидывает ХАЕшку. Смог до этого. Пустил пару патронов. Уходит, принимает нижний. Парни из команды Ифрагнет. С каждым разом играют все увереннее и увереннее. Наглеют, пушат зеленку. Погибает моментально фриз. А я напоминаю, что СК-гейминг на своей карте играет за сильную сторону за диффенс. Кэддиан нашли у нас под окнами. Конфиг спустился в спину. Забирает свою МПшку Дриммера. О нем, правда, есть информация. У команды Ифраг. Один из игроков действует под Б. И, в принципе, дают информацию ребятам, что где-то по линиям или в Зиге есть игрок защиты, поэтому они должны его ожидать. НКЛ, собственно, так и делает. Чекает зелень. Уходит под окна. Ситуация 3 в 2. Меньше все парни из команды СК-гейминг. Гейселан переслевает у нас бабла. 2 в 2. Бомба на заднем. Но нет никакого понимания у команды СК-гейминг, где же находится НКЛ. Хотя под окнами находит у нас конфиг своего оппонента. Остается спай-лидер с Галилом. Один против двоих. Спрейд. Забирает конфига. Гейселан, но он почему-то не дефузит до конца. И он отдает и погибает этот в этом раунде. 5-0 в пользу команды Ифраг. Они сливают мои скины. Что они делают? Ну, как-то да. Согласен. Сейчас я хочу зайти на CSGO лаунж, глянуть у нас. 37 на 63. В принципе, Ифраги здесь фавориты в этом матче. Но... Многие поставили на СК-гейминг. А СК-гейминг пока что явно не оправдывают. Фриша с АВП. Чекает на сверх. Есть два Фамаса. Кеодиан, Эйселан. Эмки. С глушителем и без. Эйселан отвечает за нижний. Опять же, контроль карты от команды Ифраг. Они не оторопятся. Они халдят. Даже на верхнизе, по-моему, есть человек. В сфаке он находится. Дриммер. Дриммер у нас... Действует предельно аккуратно. Стоит на верхнизе и не вылазит. Бомбу Виктор подбирает. Ну и парни опять собираются реализовывать тот или иной выход. В данном случае, наверное, на точку А пойдут. Тенске за красным. Под флешку Кейден врывается на зеленку. Чекает правый угол. Замечает у нас одного из своих абонентов. Хороший спрей. Очень много дамэджа наносит он по Баблу. Но тот справляется. У Бабла 24 хп. 71 у Дриммера. Ну и выход на Аплен. Тенске проверяет зеленку. Идет смог. В итоге прилетает какой-то... Точнее, идет коктейль Молотова. Прилетает смог, который коктейль Молотова затушил. Соответственно, Тенске выжил. Дриммер находит на заднем конфиге. Ситуация 2 в 3. В любом случае, бомба хорошая. И шансы у команды Фрагнет остаются в этом раунде. Дриммер занимает нас тупики. Ой-ой-ой, Фриз. Как же он промахнулся. Фриз все-таки делает свой минус. Оп, заметил только что. Заметил он под окнами своего соперника. Дал информацию Фриз. И в этот раз он уже не мажет. 5-1. Поздравляем команду СК Гейминг в защите на своей карте. Они наконец-таки берут первый раунд. Но все же они про команда. Все же они про команда. Это кто про команда? СК Гейминг и Фраг. Тут две про команды. В принципе, в рамках Гоу ЦЛ, а только про команды соревнуются с звуком. Есть, конечно, команды получше. Есть команды похуже. Но в целом все эти ребята, это те, кто уделяют Counter-Strike огромное количество времени. И мне кажется, что процентов 80 или 90 получают зарплату за эти игры. Кто-то, опять же, меньше, кто-то больше. Но все они получают зарплату. И, соответственно, могут считаться про командой. Ну, опять же, по-моему, про игроки это те, кто зарабатывают на играх и получают зарплату. Не важно какую, но что-то получают. Виктор забирает у нас конфига. Тенский тем не менее забрал дримера. Начинается выход на аплайн. Довольно-таки быстрый, с легким таймингом, что называется. И в итоге SK Gaming этого явно не ожидали. Фриз не промахивается. Играет по линиям. Забирает НКЛ. А правда, в Зиге у нас очень красный Эйсилон. И мне кажется, что SK Gaming сейчас пойдут на сейв, потому что шансов с таким краснющим Эйсилоном в принципе нету. Ну и, собственно, Фриз остается у нас на зеленке. Пытается кого-то вычислить, но у него... Не важно. Получится, не получится. В любом случае, шестой раунд берут вифраги. Эйсилон. Заметили его. Эйсилон уже, скорее всего, не жилец. Хотя, хороший хэдшот. Отличная работа от Эйсилона. Но здесь еще есть Бабл, который идет на нижний. Делает имитацию. Эйсилон его ждет. Эйсилон спускается. Идет вблизь катушек. Ну и Бабл проверяет всевозможные позиции. Не заметил своего оппонента. Прочекает Ленис? Да, просто прочекал. Он понял, что там, возможно, находится игрок защиты. Пустил туда пару патронов. Знали, что эйсилон красный. В итоге 6-1 в пользу команды и фраг. И денег у СК абсолютно нету. 1-0. Спрашивают, какой счет. Ребят, счет у вас на экранах. Неужели... Неужели вы не протерли глазки по моему методу? И у вас плохое зрение. Если у вас болят глазки, протирайте их немножко. И тогда счет на экранах вы сможете разглядеть. Эйсилон получает ХЕшку. 5 хп, правда. Снял... Сняли... Эйсилону. Это 5 в 5. АВП от Фриса. П-250 конфиг. Тенски Кэддиан Эйсилон. Дриммер чекает у нас подъем на лестницу. И... И... И ничего. Халдят и фраги. Халдят и ничего не делают. Ну, контроль от картон. Понимают они, что у соперника пистолеты. Что эти пистолеты могут в какой-то момент пойти, да и поджать. Потому что, в принципе... Почему бы и нет? Пока у вас пистолеты, вы можете рисковать. Естественно. И рисковать больше, чем с оружием. Конфиг начинает неплохо нашивать на смок. Попадает. Убивает Виктора. Эйсилон, правда, погиб. Баббл, предупреждается на наказку, как зимой. Конфиг почти убивает Баббла, но не срослось. В итоге... В спине у нас, кстати, действует Кэддиан. Играют с пистолетом П-250. Замечают одного. Замечают второго. Но Эйсилон развернулся и не повезло. Дриммер находит на стендке бегущего по линиям. Фриз остается один против троих. У него АВП. И он уходит опять на сейв. 7-1, дорогие зрители. В матче. И фраг против СК Гейминг. Болгары. Не шанса. Не дают своему оппоненту. Ну и если СК Гейминг проиграет, тогда они будут играть в Эксид Гейминг. Лазерах группы А. Ну а и фраги будут сражаться против команды Нави. Мне кажется, что против Нави у и фрагов, в принципе, может быть что-нибудь туда и получится. По крайней мере, против СК Гейминг они показывают высочайший уровень игры. И это 7-1. АВПшка от Фриса. Засейвил, напоминаю. Эмки с глушителем. Тэнский, Кэдди, Нейсилон, кстати, СК Гейминг. Решили продолжать играть с эмочкой глушаком. Только лишь конфиг играет без. Все остальные СС. 4А. Это стандарт. От любой команды на карте ДТР. Вначале принимать быстрый выход на оплент. Ну и потом перегруппировываются. И вдвоем уже принимают б оплент. 3, там, 2, там. Тэнский находится у нас на красном вагоне. Чекает за трансформатором. Кстати, зачем он стоит? А, это он чекал. Я понял, это он чекал с красного. Мидл наоборот. Просто смотрел прицелом почему-то за трансформатор. А на самом-то деле чекал мидл. Нашили немножко спайлидера. 57 хп у него остается. Ну, счет уже такой, на самом-то деле, что и фраги. Только благодаря счету будут набирать еще больше раундов. Потому что СК Гейминг теперь их боятся. Они пытаются что-либо пропустить. Играют постоянно пассивно. И почва для реализации той или иной схемы у команды и фраги есть. Эйселон Кэднион, наконец-таки, делает два минуса. Конфиг находится у нас перед верхнизом. Забирает одного из своих оппонентов. Выход через мидл плюс верхниз. Бабл до красного стреляется. Там у нас находится игрок защиты. Бабл не может убить. Откидывает коктейль Молотова. И сейчас будет очень сильно гореть. Тэнский! И он погибает. Но фриз на новой вышке. Возможно, удастся убить ему Бабла. Собственно, так все и происходит. 7-2. Потеряли, правда, конфига Тэнский и Кэдди. Но у команды и фраг по деньгам все должно быть неплохо. И если берут восьмой, опять обезоружат СК Гейминг на серию раундов. Мне кажется, что и фраги потом и нави победят. Имхо. Пишет Ханнибал Вэп. Ну, вот, кстати, тоже есть такое мнение. Ну, и фраги демонстрируют крутую игру, если честно. И знаем мы все нестабильности, которые нави любят демонстрировать. Поэтому, в принципе, я не удивлюсь, если и фраги обыграют нави. Хотя, в принципе, я не удивлюсь, если кто-либо обыграет нави. Потому что нави демонстрирует часто такую вот нестабильность. Спайлидер выходит у нас на верхнем сока 47-м. Айселанд его слышит. Немножко поторопился у нас спайлидер. Мог, в принципе, на шифте пройти абсолютно всю эту позицию. Всю точку дать инфу и так далее. Ну, а теперь придется повоевать. Играет он за средним вагоном. Но мне кажется, что игроки защиты рано или поздно его отожмут. Хотя, стягиваются к нему тиммейтушки. Могут выходить на Б-плент. Могут выходить на А-плент. Они вышли, кстати, на А-плент. Очень, очень грамотно поступили сейчас и фраги. И они поняли, что спайлидер на себя отстянул как минимум троих оппонентов. Ну, шикарно. Шикарно и в стрельбе, и в понимании. Согласитесь. Просто согласитесь и ничего не пишите. Вот ничего не пишите. Согласитесь просто. Ну, реально. Спайлидер на шрифте вышел, стянул всех. Большинство бы команд, поверьте, вышло бы на Б. И даже я говорил, что выйду сейчас на Б. А они вышли на А, потому что спайлидер на меня все стянулись. Выйдите на А, там два типа всего. Все, вышли мидл плюс верх-низ и взяли раунд. 8-2 в пользу команды и фраг. Проседание по экономике колоссальное. Но ИСК Гейминг, судя по всему, готовы паковать чемоданы. Пока что игра ужасная. Игра не клеится. Ничего не получается у этих парней. Напоминаю, что спонсорами трансляции являются Твич и Стилсириас. Две легендарные компании, которые поддерживают лигу Гоу Цель. Успки и П-250. Хедиан. Четыре успка у СК. И в итоге 5 АК 47-ых. Терре арморы, флешки ХЕшки. Ну, понимаете, смотрели бы мы, наверное, карту Dead Dust 2, можно было сказать, что что-то здесь чурьальное. Но на трейне, чтобы вернуться в противостояние, трейн карта Диффенса здесь огромная... Ну, не, можно. Бывает сейчас все что угодно. Давайте не будем торопиться и хоронить команду ИСК Гейминг заблаговременно. Но пока что и фраги находятся на немножко другом уровне. Конфиг с Успиком рывается на центр. Погибает от Бабла. Ситуация 3 в 4. Фри стэнский Кэддиан. П-250 Успики. Триммер. Ходится АК 48-ым. Всевозможные точки прочекал. Под окнами стоит же у нас Кэддиан. Виктор откидывает смок на зигзаг. Бомба будет устанавливаться. Ну и, возможно, под окнами что-нибудь сделает Кэддиан. Нет, не предпринимала никаких действий. Просто остается под окнами и ждет. Авось кто-нибудь придет. Ну, авось никто не придет. Под окна никто не суется. Возможно, и фраги предполагают, что там, возможно, находятся игрок защиты. И особо туда вылазить не стоит. Ну, сейв от фриса АК 47-ой. Бомба взорвется. И это девятый для команды и фраг. Это у тебя, Сенька, там на улице машины гудят? Нет, машины не у меня, но, может быть... Может быть, микрофон гудел. Нет, микрофон не гудит. У меня сейчас в трубах вода полилась просто. Видимо, к отопительному сезону уже готовятся. Не испугался. Я не понимал, что вообще происходит. Может быть, вы тоже слышали. Хотя, сомневаюсь я. Фриз. С Фамасом. Ди Эмки. Тенски, Кэдиан. Эйселон тоже с Фамасом. Ну и конфиг с АК 47-ым в ответу команды и фраг. Обратите внимание, кстати, нету АВП у этих ребят. Они просто играют трейн в атаке без снайпера. Если многие ребята играют со снайпером, эти без, но это им абсолютно не мешает. Они довольно-таки быстро все делают. Мобильный, ну и опять же, грамотная игра под тачки. Конфига вырубили. Виктор делает свой минус. Эйселон врывается под смог. И его здесь не ждут. Эйселон делает один минус. Возможно, сделает два, но не срослой. Спайлидер реализовал. В этот момент Фриз ворвется, наверное, на центр. Бабл ждет своего оппонента. Ну и тут так называемая, называемая тайминговая игра. И она складывается, наверное, в пользу Фриза, который, нет, не идет пока что на центр. Не аркадит. Бросили у нас миддл игроки атаки. Идут через зеленку. Зелень никто у нас не смотрит. Ну и в который раз хочется обратить ваше внимание на грамотные, четкие передвижения, тактические передвижения от команды Ифраг. Они очень круто читают сейчас СК гейминг. И, судя по всему, берут десятый раунд. Потому что, ну, вся надежда в этой ситуации только лишь на Фриза, который может быть выйти через террорский мид и кого-нибудь наказать. Хотя должны Ифраги ожидать. Ну, что Аплэнд явно не мог быть пустым. То есть это или новая вышка какая-нибудь крыса, или центр. Нет, не ждал нас. В итоге НКЛ своего оппонента делает Фриз килл, но выдал свое месторасположение. Теперь игрок на верхнизе понимает, что Фриз идет на центре. Фриз тем временем действует через миддл. Пушит с фамосом. Ну и в спину заходит спайлидер. 10-2, дорогие зрители. Ифраги добивают команду СК гейминг. Бомба взрывается. И это полная, полная доминация. Одной командой над другой. Оп, а я завис. Просто завис КСГО. Пошу прощения, дорогие зрители. Попытаюсь сейчас вернуться назад. Увы. Но вроде как я в деле. Вроде как я в деле. Что это такое? У вас такой был какой-то баг? Когда-нибудь такой баг был. Я вроде как на сервере, но вроде и нет. Извините. Извините, пожалуйста. Очень странная ситуация. 10-2. Прошу прощения. Ну, сами видели, что происходит. Вначале я завис. Потом зашел якобы на сервер. Но почему-то был в главном меню. Хотя звуки из Counter-Strike присутствовали. Если честно, с таким багом я еще никогда не сталкивался. НКЛ находит нас над верхнизом Кедианом. Погибает на серверах защиты. Тенский остается один с МК против четверых. Бомба устанавливается. И 11-й раунд берут нас ребятки. Из команды. И фраг. Вот так вот. Фриша. С ВП. МК отрисела нам. Ну и что? В 2 ВП решили сыграть СК Гейминг. Получится ли? Вопрос. Может да, может нет. Опять же. И фраги действуют раскованно, четко. Все у них получается. Ну, в принципе, могут наказать за эту раскованность. Кедиан. С ВП. Попадает. У Кедиана был, кстати, первый армор. Не получилось. Отстрелить его. Но снайпер-то поработал хорошо. Хотя попали. И прицел, знаете, так... Откинулся. Довольно-то серьезно. Ну, 3 в 5 теперь. Получится ли? Во всяком случае, не будут сейвить у нас ребят с команды СК. Пойду до конца. И постараются. Руку. Руку сейчас поменяю, друзья. Давайте раунд досмотрим и руку поменяем. Хотя... Поменял я руку. Хотя можем смотреть за снайпером. Снайперу не важно, какая рука, когда он в зубе. На Б вроде как пойдут у нас болгары. Прилетает смок на нижний. Эйслан, возможно, будет смотреть. Прилетает флешка. Эйслан ничего не видит. Выход через верхний. Эйслана отогнали за вагон. И фриз в полете подлавливает дримера. Тем временем, чем занимается конфиг, я не знаю. У него замечательный синий ножик. Он решил с этим ножиком сейчас... Немножко повоевать на Апленте. Но все-таки стянулся на Б. Со всех сторон окружили бабла. Это третий раунд для команды СК Гейминг. Ну, не знаю. Не знаю. Очень тяжело будет датчанам. В первую очередь морально тяжело. Они проиграли первую карту. Они сейчас летят на второй. И... Затащить будет ну очень и очень тяжело. Согласитесь. Какой счет по картам? Счет по картам, напоминаю, дорогие зрители, у нас по центру экрана. Вы его прекрасно можете лицезреть, этот счет по картам. Эйселон. Откидывает на хаешечку. На нижнем. Начинает нашивать. Играет на шифте у нас товарищи с СК. Кейден забирает энкеля. Кейден врывается дальше на зеленку. Решил сыграть агрессивно с АВП. И эта агрессия дает свои плоды. Ну, раньше нужно было. Раньше нужно брать АВПшку. Нужно было воевать против команды и фраг на равных. Но где-то в каком-то моменте решили сыграть с СК дефолт. Зажались. И в итоге фраги их наказали. И ничего не получалось. Ну, может быть, четвертый возьмут. А там пистолетный. И тогда какой-то камбэк в принципе. Ну, опять же, цена пистолетного для команды СК. Гейминг будет сейчас огромной. Если выигрывает пистолетный, тогда шансы есть. Если пистолетный проигрывает, тогда шансы, скорее всего, никаких. Спайлидер. Наверхнизе. Выходит, забирает энского. Смотрит линии. Тем временем у нас на тупиках находится конфиг. Он видит тень. Спрей. Не получилось. Конфиг не сумел забрать у нас бабло. Но, кстати, стоит отметить, что сегодня конфиг, например, показывает не самую впечатляющую игру. Обычно этот парень просто царит, божит, а вот сегодня как-то не получается. Бывает. Бывает. Все вы наверняка сами играете в КС. Знаете, что раз на раз не приходится. Бывают хорошие дни, бывают не очень. 1-4. Фраги победили в первой половине. Ну, и вот он пистолетный раунд. Ребята написали ready. Ну, и смотрим, что же предпримут сейчас парни из команды Counter-Strike. Кстати, CS GO упал не только у меня в этот момент, дорогие зрители. У всех. У всех он упал. Класс. Вот такие вот у нас бывают баги в CS GO, когда все стримеры просто зависают. И у всех вылетает CS. Класс. 5 блоков у команды SK. Они решили повторить, в принципе, полностью раунд и фрагов. Зажима со всех сторон. Ну, и смотрим, как и фраги справляются или нет. На зеленке Тенский забирает нас НКЛ. А Баблс Успком делает минус 3. Вот это спрей. Просто браво. Шикарно. Без слов. No chances. Unbelievable tomato. Miss Cousie. SK Gaming. Ну, я не знаю. Тут уже и не везет, скажем так. Вроде как сделали первый килл. Потом Бабл берет и спреит Суспека. Казалось бы, да, Суспека нельзя спрейить. Но на супер дистанции, на ближней дистанции, да. Самое такое близкое. Взял, заспреил, скилл показал. Но самое главное, с него теперь многие будут брать пример на матчмейкинге. Хотя это неправда. Так лучше не стрелять, потому что вы не убьете. Даже не пытайтесь. Риша играет через нижний. Вышли довольно-таки быстро парни из команды SK Gaming на точку. Бэйм. Дали это сделать. Остается у нас Дример на верхнем. Слышит Тейселона. Забирает своего оппонента. Ну и теперь по линиям нужно сыграть грамотно и выбить Дример. Дример забирает одного, стреляется дальше. На пищечке замещают нас Кэддиона. Дример чекает. У кого? Ситуация 4 в 3. Погибает Кэддион. Остается конфиг вместе с Фрисом. Конфиг на верхнизе. Не стал обходить через зигзаг. Тем временем Фриса забрали за вагоном. Ну и конфиг один против четверых. У него есть второй армор. Ну и в принципе ребята из команды Ифрак могут доводить этот матч до победы. 13-4 в пользу болгарской команды. Синька передай привет пожалуйста Картофею. Ну вот мне судя по этому матчу только приветы остается передавать. Поэтому передаю привет конечно же я Картофею. Одному из самых замечательных игроков в CSGO наверняка на матчмейкингах знаю я. Много историй про Картофея ходят. Легенды говорят, что Картофей когда врывается на сервер. Многие игроки просто левают. Сразу же за ботов можно играть. Потому что Картофей на сервере. Привет тебе Картофею. Фришка играет с Глоком. П250 у нас в команде СК Гейминг. Виктор начинает нашивать с Фамаса. За верх-низ. За трансформатор очнее вышел у нас Айсилан. Просел 50 хп. Но это эк с пистолетами. У команды СК и фрагов. Огромное количество гранат, хаешек. Все, что нужно у них есть. Тенске погибает в начале. Зелень. Тем временем конфиг играет с Диглом. Моментально конфига сносят. Ну и Фриз с Глоком 1-2-4. 14-4. Не фраги против команды СК Гейминг. Глоки, Калаши. У нас в команде СК. Фриз СВП. Калаш конфига. Эмки без глушителей и Фамасы. От Виктора и НК. Эля. Последний шанс. Команда СК Гейминг. Фриз. Моментально забирает нас центр. Спалидер погибает. Прилетает коктейль Молотова. Но не самый своевременный коктейль. Фриз ушел. Сделал до этого килл. Ковременно зеленки. Отлично поработал Тенске. Забрали бабла. Ну и теперь в меньшинстве и фраги. Возможно СК Гейминг возьмут этот раунд. У них сейчас хорошее преимущество. Айслан заходит под стачку наверх-низ. Чекает коробку. Тут никого у нас нет. Точнее комнату. Коробка у нас на зелени находится. Собственно Виктор возле коробки сейчас стоит. Айслан. Вышел сверхнизом. Забрал у нас НК. Минус Виктор. Ну и Дриммер. Единственный группа команды и фраг. Кто сделал минус в этом раунде. Ну тут согласитесь по стрельбе выступили. Очень хорошо партия с СК Гейминг. Бил, во-вторых, калаши тоже не отставали. И в принципе действовали не хуже снайперских винтовок. 14.5. Пользуя командой СК Гейминг. Мне кажется и фраги сейчас будут делать эко. Хотя нет, покупают эмки. Эмки такие эмки-сяки. Фамасы, первые и вторые арморы. Дефуза есть только у бабла. Посмотрим удастся ли. Посмотрим. Как-то жалко стало СК. Ну почему жалко? Наоборот, должно быть радостно за команду эфраг. Болгары. Я вообще рад, когда вот люди, которые по сути никогда особо в КС не умели играть. Научились играть и растут. Это круто. Поэтому нисколечки. Мне, например, не жалко. Мне даже будет не жалко, например, Нави, когда проиграют эфрагом. Я буду рад за эфрагов, которые, опять же, команда, по сути, из Виктора, НКЛа, Бабла, Дримера и Спайлидера, может там обыграть. Ну, условно говоря, да, если обыграет Нави все-таки. То есть пятую команду по рейтингу SHLTV.org в мире. И это круто. Потому что у нас новых имен, в принципе, в CSGO нету. У нас только мировые гранды постоянно в теме. А вот просто команда из ноунеймов, которая бы пробилась и выиграла, нету. И хотелось бы все-таки, чтобы такая команда появлялась. Хотя бы время от времени. Потому что уже такой команды давно не было. Спайлидер находится на зиге. Ситуация 4 в 4. Игроки атаки находятся на коннекторе. Тем временем Фриз действует через зеленку. Чекает ближние углы. Под окном находит игрока защиты. Делает свой минус. Ну и выход на Бэр-плэнт. А тут Дример начинает нашивать смок и попадает неплохо. Спайлидер погибает на зиге. Дример играет. Идет в дым. Заметят ли его? Ну, мне кажется, должны его проверить. Нет, не проверяет. Дример пропушил, сделал свой минус. Но все равно остается последний игрок защиты. Это Виктор. Заходит в пинус, выбирает конфига. 1 и 2. Идет через нижний. Там у нас Фриз где-то далеко на линии. Виктор, в принципе, должен понимать. Бомба стоит не самым лучшим образом. Это 14-6. Парни с командой Фрака дают еще один раунд. Теперь нужно делать эко. Играть с пистолетами. Виктор играет с P250. НКЛ также. Ну и Дример подключается. Купили. Хорошие пистолеты, но... Мне кажется, что этот раунд должен уходить, конечно же, команде SK Gaming. Там, кстати, некоторые стримеры даже подконнектятся после этого зависания. Они могут к серверу. Так что нам еще повезло. Очень серьезно повезло. Фриз СВП. Чекает тупики. На линиях у нас находится игрок защиты. Фриз. Смотрит, смотрит, смотрит. Но никто не высовывается. Все стоят, все халдят. И ждут, пока SK Gaming пойдут на Аплент и будут ставить бомбу. Но SK не торопится. Они контролят. И, судя по всему, пойдут на точку Б. Тут конфиг вместе с Кэддианом. Уже проползли на верхний. Чекают зигзаг. Никого здесь нету. Но и бомба совсем скоро будет установлена. Кэддиан откидывает нас мог на зигзаг. Чекает близ лежащие позиции. Но, опять же, на Б-планте у нас никого. Ну и команда Ифрак сэйвить не будет. Попытаются сделать выбивание. 2-0. Ифрак будет. Ну, посмотрим. В принципе, ифраги в защите. И шансы, конечно же, у них огромные, чтобы обыграть, победить. Но, если что, третья карта оверпасс, дорогие зрители, в этом матче. И, по крайней мере, SK Gaming сейчас немножко подсобрались. Пытаются показать хорошую игру. Но вопрос, что времени осталось, скажем так, мало. Игру-то они, может быть, покажут, но... Слишком много раундов взяли у нас ифраги за слабую сторону на карте Детрейн. Эмки покупают ифраги. Фамос даже у нас у НКЛ есть диффузы. Первые арморы. Баббл думает, кстати, купить, не купить. Докупает второй армор. Все хорошо. У Баббла остается 50 долларов всего лишь. Там немножко баг был справа. Справа было написано 1350. А на табе, на самом деле, 50 долларов. Ну и что? Быстро занимают наш коннектор парни из команды SK Gaming. И наказывают Дримера и Виктора. Но от спайлидера на верхнем никто не чекает. Стоится бомба от конфига. Спайлидер забирает своего оппонента. Бомба лежит. НКЛ, тем временем, отсыривает на скеде. На Эйслан. Эйслан в коннекторе почему-то не ждет спайлидера. Хотя ему должны были дать информацию. В итоге бомба выпала. И... Ну как? Почему человек, который ставил бомбу, не понял, что на верхнем? Почему не дал информацию? Почему Эйслан был с гранатами в руках, раскидывая нижний? Ну... С коммуникацией проблемы явные у команды SK Gaming. Фриз с АВП. Играя через коннектор. Мне кажется, что этот коннектор проверят рано или поздно. Но Фриз наказывает спайлидера. Это 2 на 2. НКЛ. С АК-47. Наверное, пойдет на верхний, но не рискует. Теперь у него Тенский проверяет полностью апплент. Время есть 45 секунд до окончания этого раунда. На верхнем у нас находится Бабл. Он чекает зигзаг. И время от времени будет, наверное, чекать того же самого Фриза. Но у Фриза снайперская винтовка, поэтому у него и есть в этом плане преимущество. Тенский по-прежнему на шифте и действует через контрольский респаун. Очень аккуратно действует Тенский. И игроки защиты пока что не догадываются, откуда идет этот товарищ. Фриз просел крайне серьезно. Разворот на 180. Бабл, как знал по таймингу, что в этот момент будет игрок действовать. Фриз 22 хп. Возможно, сейчас затащит все-таки раунд. Фриз. 15 секунд до окончания. Остается 1 на 1 против Бабла. Но у Фриза есть снайперская винтовка. И буквально один патрон нужно попасть. Фриз откидывает смок. Этот смок попытается, возможно, уйти. Но Бабл решил прошить этот смочок. Браво. Просто браво. 15 раунд за командой фраг. Но Бабл сейчас... Если бы в Овервотче сейчас смотрели за Баблом, то это был бы однозначный волхак. Потому что так четко он развернулся. Хотя не слышал спину. Плюс, как же он прошил сейчас через смок. Фриз не сразу стал идти. Фриз подождал. Но это скилл, возможно. А может быть, читак все-таки на проиграх у нас затаился. А? Может быть, этот читачок затаился-то? Ну, не знаю. Не мне судить. Тут я не Овервотчер, увы. Хотя, опять же, можно посмотреть и другие, наверное, какие-нибудь моменты за Баблом. Я думаю, в современном мире это сделать не тяжело. Кэдиан с АВП забирают одного. Фриз забирает второго. Но, видите, вот здесь явная нехватка снайперов у команды фраг. Все-таки на тройне в защите нужно брать АВП. Потому что без АВП будет крайне тяжело. Потому что в мидле очень раскованно себя чувствуют снайперы. И ты их просто никак не сдержишь. Смаков, флешек здесь мало. Эйсон выходит через верхнюю. Тем временем Дриммер наказывает на сфриса. АВП выпало. Мне кажется, Эйсон подберет сейчас снайперскую винтовку. Но если это последний игрок за щит, это спа-лидер. Играет он на зелени в смоках. Пропускает одного из своих оппонентов. Начинает преследовать. Но Кэдиан был к этому и готов. 15-8. У Фраг нет денег. И нужно сделать 2 эко подряд. Но за счет 2 эко СК Гейминг возьмут 9-й, а возможно и 10-й раунд. Фрис. С АВП. Чекает зигзаг. Эйсон. Эйсон вместе с ребятами действует через туннели. 2 игрока у нас на верхнем. Это спа-лидер и Дриммер. Действуют они с пистолетами 5-7 на ТЗ. Уходит, чекает коннектор. Погибает. Тенски делает минус. Теперь Дриммер, кто кого, тоже килл. И Виктор НК или Баббл. Влетает смок на нижний. Тем временем фриз с АВП-шкой. Попадает в ногу на зеленке. Увидел своего соперника, но это инфа для НК или возможно удастся переследить снайпера. Хотя снайперу подтягивается Кэдиан. Ну и вот он. Вот он и снайпер. Пытается НК грамотно законтролить свою ЦЗшку. У него это не вышло. Баббл умирает на зеленом вагоне. Ну и остается Виктор. Один против троих. И шансов, конечно же, у Виктора крайне мало. Тенски погибает СК. Ну неплохо. Эко проверили и фраги. Однако денег нету. Наверное, нужно делать еще одно Эко. Кстати, они делали почему-то Эко-бай в этой ситуации, в этом раунде. Но они, видимо, понимали, что два раза нужно сливать. И, мол, если сливаем два раза, давайте один раз закупим. Все равно в следующем раунде будем тоже сливать. Как-то так. Хотя, опять же, на трейне брать ЦЗшку вряд ли. Вряд ли это было правильно. Кейдиан. Кейдиан вместе со своими ребятами. Выходит на план. Трейслан забирает нас с Виктора. Ситуация 2 в 5. Кейдиан просел. 42 хп у него. Бомбу можно ставить. Спайлидер находит с успехом человека на зеленке. И погибает нас человек с бомбой на дефолте. В итоге 2 в 4. У Спайлидера есть АК-47. Он забирает нас с Фрицей вместе со своим тиммейтом. Спайлидер, как же, раз контролил АК. Конфиг остается один против двоих. Бомба лежит у нас на дефолте. 50 секунд до окончания этого раунда. Конфиг чекает задний. И, по-моему, кто-то кому-то заходит в спину. Дримеру не везет. Он только что мог закончить эту карту для своих тиммейтов. Но так у Конфига появляются шансы. Бомбу подбирает на дефолте. 9 хп. 9 хп у нас у Конфига. Разворот на 180 забирает Дримера. 1 на 1 против Спайлидера. Есть инфа. Конфиг решил уйти на зигзаг. Все правильно он делает. Идет на точку Б. И именно на этом пленте будет ставить бомбу. Но Спайлидер почитал своего оппонента. Идет через верх-низ. И мне кажется, что Спайлидер сейчас не будет слышать. Нет, слышал. Он слышал верх-низ. Он знает, откуда ждать своего оппонента. Действует через нижний у нас игрок защиты. Конфиг откидывает флешку. Спайлидер ее кушает. 1 на 1. Кто кого? Конфиг очень красный. Конфиг краснючий. Неимоверно. Спайлидер откидывает нас в смок на бомбу. И попытается просто разопустить. Будет фейковать. И Конфиг разыграл этот раунд. Браво. 15-10. И фраги не заканчивают эту игру. Дример немножко сдрейфил. Не сумел. Он с П-250 убить своего оппонента в спину. В итоге Конфиг затащил раунд. Вот оно как бывает, дорогие зрители. Вот оно как бывает. ВП у Фриса. 4К-47. ХМки Фомасы. У команды и фраг. И опять же нету снайперской винтовки. И соответственно Фрис за это будет наказывать скорее всего. Причем жестоко наказывать. Влетает хороший коктейль Молотова. Фрис под этот коктейль не может вычислять линии. Но это пока что. Время-то идет. 3 секунды. 5 на 5. Извините. Минута 10 до окончания. Эйслан. Тем временем. У нас АК-47 действует через мидл. В этот момент выходит у нас Бабл. Прошу прощения. Камера. На зеленке. Убивают Бабла. Тенский делает килл. Но однако Виктор убивает Эйслана на верхнице. Судя по всему он его просто прошел через смог. Видимо услышал своего соперника. Чекает дальше вверхнице. Там у нас конфиг. Рано или поздно он пойдет в эту щель. Виктор готов принимать своего оппонента. Но. Дример. Умирает на бане. Хорошая работа от Кейдена. Решил он пропушить линию. В итоге 3 в 3. По хп проблемы у Виктора. Но. Вот оно что. У НКейля очень крутая позиция. Он работает между вагонами. Во-первых убьет скорее всего человека. Который будет пушить тупики. Если не убьет. Тогда пропушит сам. И зайдет вовремя спину. Спайлидер. Забирают на Стенского. Бомба выпала у нас под Б. Фриз тем временем чекает вышку. Попали по Фризу. Собственно попал тот самый НКЛ. Эйслан. Забирает нас Виктора. Фриз подбирает бомбу. Ее никто не контролит. Выход на Апленд. Но и вот он НКЛ. По которому нету информации. Фриз так и не понял. Откуда по нему попали. Откидывает смок на бомбу. Кэддиан. Работает у нас под окнами. Залазит на новую вышку. Возможно НКЛ его увидит. НКЛ находит у нас Фриса. Один в два. Остается Кэддиан. И НКЛ берет шестнадцатый раунд. Победный раунд для команды ИФРАК. Поздравляем, дорогие друзья. Команду ИФРАК с победой. Они большие молодцы. 2-0 по картам. Будут встречаться с командой Нави в рамках Гоус Эля второй сезон. Ну а я с вами прощаюсь. С вами был Арсений Синя-Треноженко. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok